До 18 человек выросло число жертв российского ракетного удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. Удар был нанесен в субботу, в разгар дня там находилось несколько сотен человек, которые просто совершали покупки. Это был гипермаркет строительный. И, в общем, ранено 48 человек, еще 5 рассчитаются пропавшими без вести. Ну, это очень тяжелые новости, которые, к сожалению, мы вынуждены вам сообщать. Ужасные кадры мы вчера получали из Харькова. И, собственно, сегодня там объявлен день траура после ударов по городу. И сегодня, для того, чтобы понять, как город пережил вчерашнюю атаку, мы связались с политологом из Харькова Максимом Гончаренко. И вот что он нам рассказал. Мы даже можем сказать, что этот удар был нанесен абсолютно точно намеренно, потому что это выходные дни, и это, ну, банально, это торговый центр. В разгар выходного дня. Это 200 человек внутри, как минимум, которые находились единомоментно. Сейчас известно примерно о 14 смертях и более 30 пострадавших. К сожалению, мы сейчас не можем сказать точно, потому что многие имеют тяжелые ранения. Единственное, что мы можем сейчас говорить абсолютно, вот с абсолютно чистой совестью, так это то, что удар был нанесен управляемой бомбой, что говорит еще раз о том, что удар этот намеренный, это абсолютно точно акция запугивания, это абсолютно точная попытка деморализовать именно гражданское население. И вот на самом деле в этом огромная проблема этой войны, просто потому что многое с того, что делается, делается конкретно в ущерб граждану населению и просто для того, чтобы люди сложили руки и сказали, что все пропало. Сейчас вот с харьковчанами это не работает в такой мере, в которой хотелось бы противнику, просто потому что харьковчане уже не воспринимают такие жесткие потрясения, наверное, вот и для вас, когда европейцы, и в принципе для любого адекватного человека, это жесткое потрясение. Но харьковчане сейчас к этому по сути привыкли, потому что у нас удары по торговым центрам, по общественным местам, это, к сожалению, далеко не новость. Еще в самом начале вот такая политика начала вестись буквально с 24 февраля 2022 года, это были и удары по торговому центру Никольский, например, в Харькове, тоже вполне себе общественное место, пропускная способность людей колоссальная, тоже одно из огромнейших локаций. Это были удары и по рынку Барабашова, это были удары и по иным местам, куда, условно говоря, среднестатистический украинец, россияне, это любой человек ходит, делает покупки, отдыхает и так далее. То есть это просто террористический акт, направленный против мирного населения, что является огромной раковой опухолью этой войны. Насколько серьезно это все, как это действует на людей? Можно ли, какая вообще атмосфера в городе, что говорят люди? Есть ли такое ощущение, что люди стали больше уезжать, покидать Харьков, чем это было раньше? На самом деле в Харькове немного иная ситуация, потому что Харьков скорее в этот момент как-то морально собирается и морально мобилизуется. Да, действительно есть некая атмосфера такой угнетенности, потому что всегда это большая трагедия, это место, по сути, где мог оказаться чей-то близкий человек, чей-то родной человек, и люди, естественно, это перенимают на себя. Но в Харьковщане есть такая особая фишка, особый патриотизм по отношению к городу, поэтому тут скорее не вопросы о том, как побыстрее отсюда убраться, а скорее вопросы о том, как можно городу помочь и какие усилия можно приложить. Вот, допустим, если сейчас мы смотрим на соцсети Харьковчан, то там, как правило, сейчас публикуются сборы гуманитарной помощи для Харькова. Во многих других городах эту помощь тоже предлагают и поддерживают. Вот, допустим, не так давно были удары по энергоинфраструктуре и пострадала конкретно Харьковская область. И в помощь харьковчанам включились, например, такие города, как Рапевниц, Полтава, как Киев. Поэтому действительно мы можем сказать, что вот такая общая трагедия, да, она трагедия, но трагедия же и объединяет вокруг себя людей, что не может не внушать надежды, что наш народ просто чуть более сильный, чем попытки нас запугать. Как сейчас выглядит мирная жизнь города? Мы знаем, что уже несколько недель идет сравнительно интенсивное наступление российских войск, в том числе в Харьковской области. И город постоянно находится под обстрелами и бомбардировками. Как это все повлияло на повседневную жизнь харьковчан? Сказать, что люди пропали с улиц, это будет неправдой. Харьковчане вполне себе пользуются теми же самыми парками, теми же самыми магазинами, торговыми центрами. Война стала скорее больше такой повседневностью. И вот действительно такие вот шокирующие события, они вызывают естественную реакцию, как у любого нормального человека. Но по факту то, чего от нас хотели добиться, это вот какой-то паники и какого-то сидения по подвалу, у них такого не случается. И многие, например, удивляются в том, что в Харькове работает бизнес, например. А бизнес у нас работает. Работает кафе, работают рестораны. Поэтому по сути говорить о том, что это какой-то фоллаут, там постапокалипсис, что-то такое, нет, это неправда. Более того, могу сказать, у нас сейчас действительно одна из проблем этой войны – это дегуманизация. Это расчеловечивание, когда агрессору невыгодно, чтобы, например, его же граждане воспринимали, граждан противоположной стороны, как людей. Поэтому для них, например, будет в их передачах, вот торговый центр будет выглядеть как военная база. О каком-нибудь ТРЦ будут рассказывать, что это какая-то там условная база НАТО, склад с оружием и так далее. Но нет, это не база НАТО. Это то же самое место, куда, там, условно говоря, вы с женой ходили за смесителем в прошлые выходные. Там удар по какому-то рынку – это не удар по складу с оружием. Это удар по тому месту, куда вы ходили морковку покупать. Это не прилет в ТРЦ, это там, на месте которого замаскированная лаборатория. Это, по сути, прилет в то место, где вы там своему ребенку подарок выбирали. Вот здесь ситуация такая. Страдают прежде всего сейчас гражданские объекты, в которых явно нет никакой военной цели. Представьте, любой строительный гипермаркет, который есть у вас в городе, это будет тот самый эпицентр, самый обычный. Там нет никакого двойного назначения. Там нет никаких моментов, которые можно хотя бы воспринять как военные моменты. Поэтому мы единственное, о чем говорим, так это о том, что такие акции запугивания, они есть. Такие акции устрашения, демонстрации силы, демонстрации какого-то своего присутствия. Да, такое есть. Это довольно стандартная политика для нашего противника. Однако на харьковчанах это работает не так, как хотелось бы. Потому что вместо панических криков получают новые сборы. И вместо убегающих людей, они получают людей, которые наоборот в Харьков едут и пытаются как-то помогать. Они получают кучу добровольческих инициатив, они получают множество инициатив волонтерских объединений людей, которые пытаются как-то друг другу помочь. И это внушает огромное уважение, огромную гордость какую-то за то, как мы себя ведем в кризис. Это Максим Гончаренко, политолог из Харькова, который рассказал нам, чем живет этот город и как вообще он приходит в себя после очередной ракетной атаки, которую совершила Россия в субботу, была поражена ракетой, точнее управляемой бомбой, как теперь становится ясно, гипермаркет строительный, где находилось несколько сотен мирных жителей, которые пришли за покупками. И то, что происходит с Харьковом, в последнее время это очень страшно. И вот некоторые наши знакомые, с которыми мы связывались, уже просто вынуждены были покинуть этот город, потому что там невозможно находиться. Да, к сожалению, не все контакты, с которыми мы раньше общались и которые нам сообщали, чем живет город, больше доступны в Харькове, они уехали. Некоторые остаются по-прежнему. Это, конечно, вызывает очень большое уважение, но при этом и показывает, до какой степени тяжелая обстановка там сложилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова